В православной церкви происходит большая трагедия, церковный раскол, продолжающийся до нашего времени. Знаменные пения сохраняются у приверженцев старого обряда, но из практики РПЦ после раскола начинает постепенно исчезать. Предпосылки к смене образа пения возникают еще в предраскольный период в связи с сильным влиянием западной культуры, усилением роли авторства свободного мелодического мышления в церковно-перческом творчестве и возникновением такого явления, как многораспевы. Действительно, например, обиходы знаменные, они, как правило, имеют одну хирургическую всего. Представляете, одна хирургическая. Ну как так, сейчас подумать, да? Значит, портес, ну как же надо, значит, обязательно, чтобы на каждой хирургии была новая хирургическая. На самом деле, как раз принцип вот этого древнего мышления, он подразумевает, что? Когда акценты по-другому расставляются, акценты переносятся не на изменяемое и не на неизменяемое пенсное пение, как его вимские среди детей, чтобы их менять каждый раз. Потому что, когда мы их каждый раз меняем, значит, мы привлекаем слух к слушателю. Ага, значит, что-то новое. Вот. А на самом деле, а что получается у нас с глазами? Глаз мы поем малым распевым и быстро пробалкиваем. Да, либо читаем, пробалкиваем. На самом деле, глаз в церковном пении – это понятие, и это не малый распев, который 3-4 строчки, повторяющийся, с делениями жанровыми, там, эрмосовый напев, тропарный напев, стихирный напев, там, еще какой-то, там, прокинный напев. Нет, в знаменном распеве византистам – это совсем другое, там действует понятие «самогласие». И если я вам сейчас спрошу, что такое «самогласие», ну, на 99% уверен, что ни один из вас не даст четкого определения, что такое понятие «самогласие». Хотя в уставе это понятие встречается, да? Поем стихиру «самогласие». Что значит «самогласие»? Самогласие, оказывается, это то, что песнопение, которое имеет свой собственный распев, да? И оно строится по попевкам определенным, а не, так сказать, вот, строчкам, которые чередуются. А на самом деле «самогласие» малого распева, да, он употребляется уже в крайнюю ситуацию, когда надо будет служение побыстрее совершить, когда распева своего нету, или когда певцы не могут спеть просто. Ну, просто никому сильный порт. Вот, а сейчас у нас, скажем, в «портестном пении» есть остатки тоже «самогласие» пения. Я приведу вам пример, вы сразу же знаете. Вспомните «юрмасы», «яку пособу при совершенно неудраю». Видите, там чередование строк, оно не алгоритмическое, да? Это как раз в его основе лежит «знаменный распев» и «самогласный». Там строки идут так, как распелся распевщик. На попевке «знаменный распев». Вот, такой же можно пример перевести и «волновь морскую» — «московская напева» и «помощный покровитель». Это тоже остатки «самогласный» пения. Спасибо. Спасибо.